Ситуацию с дорогами в Устьянском районе обсудили на селекторном совещании в правительстве. Напомню, режим ЧС, введенный в Улусе, был снят накануне. Виталий Абрамов подробнее. Как и было обещано дорожниками, злополучный участок Барс на автодороге между Депутатскими и Усть-Куйгой Устьянского района благополучно расчищен и открыт для всех видов техники, в том числе для пассажироперевозок. Уже завтра первые грузовики перевозчиков топлива приступят к обкатке трассы. Если их все будет устраивать, то завоз угля для нужд депутатской ТЭЦ начнется незамедлительно. Работа, в принципе, уже на стадии завершения. И, как согласно утвержденного плана, к 15-му числу дороги, дорожное полотно автодороги, должно быть приведено в нормативное состояние. О чем будет официально извещены перевозчики. С их стороны теперь только необходимо наращивать объем перевозки ТЭР в населенный пункт. Всего планируется привлечь до 24 грузовиков. Если с завтрашнего дня перевозка начнется, то до конца закрытия автозимников депутатцы доставят 9 тысяч тонн угля, чего хватит до следующего сезона. Вместе с этим ведутся переговоры по изменению тарифов для водителей больших грузов, так как в Усть-Куйге перевозчиков уже не осталось. Они все задействованы на Верхоянском направлении. Мы рассматриваем вопросы по условиям оплаты, мы рассматриваем вопросы по тарифам. Здесь мы, я не буду заявлять, как говорится, по телевидению о том, что завтра мы в два раза увеличим и будем таким образом конкурировать. Но, безусловно, что мы введем переговоры и стараемся с перевозчиками находить какой-то компромисс. Также на селектор сообщили о ситуации с селом Андрюшкино Нижнеколымского района. Дорожникам со стороны Черского осталось пройти еще порядка 90 километров. Техника работает, конечно, там свои сложности есть. Уровень снега очень высокий и толщина льда очень небольшой до сих пор, поэтому там работать тяжелой техникой очень сложно. Но осталось только 80 километров. Думаю, что сейчас еще пробивка пройдет навстречу со стороны Андрюшкина. Технику должны перегнать дорожники и будут ускорены открытия. Стоит также отметить, что параллельно ведутся переговоры с чукотскими дорожниками, чтобы они помогли в восточном направлении. На меня вышли Оминские части, Береминского района Чукотки, Саратинские артели, два села, как говорили, вот именно сегодня уже интенсивно. У них огромные претензии по содержанию этого участка дороги. Они хотят выходить на правительство нашей республики, но я сказал, подождать немного, потому что есть договоренность вашей организации дорожной. Надеюсь, в ближайшее время этот вопрос будет решен. В ближайшие дни на северо-востоке республики ожидается понижение температур воздуха, что должно положительно повлиять на работу дорожников. Виталий Абрамов, Туяра Семенова и Юрий Филиппов, НБК Саха, Якутск, Устьянский, Улус.